Наше первое утро в Батуми. Вчера мы приехали в Батуми. Батуми, как всегда, традиционно, встретил нас дождем. А вот сегодня утром солнце, и мы на набережной. Вот это здание было службой капитана Батумского порта. Это вот как раз то кафе примыкает к этой службе капитана порта. Вернее, это дополняет. В то время, когда он работал в Батумской редакции, была газета «Батумский рабочий». «Батумский рабочий», да. И вот он здесь жил. В этой же гостинице была очень интересная встреча однажды. Дело в том, что вот тут, помните, наверное, был такой рассказ «Смотритель маяка». Да, конечно. Смотритель маяка. Ставродаке, который учился вместе с лейтенантом Шмидтом. И который принимал участие в его расследовании. Совершенно верно, совершенно верно. Так вот, этот рассказ состоялся здесь. Я читал этот рассказ, и он меня очень впечатлил. И мы, кстати, сидели напротив этого маяка. Совершенно верно. Так вот, они беседовали, бывший смотритель маяка. В этом маяке смотрителем работал Коля Ставродаки, однокашник героя Очакова, лейтенанта Шмидта, который единственный из офицеров согласился привести приговор в исполнение над ним. Здесь же он покончил жизнь самоубийством. О нем писал в своей статье по-устовски. Миша, вот эта башня, мы знаем, что это башня Чичипат, и что в какое-то определенное время идет фонтан из Чачи. Я не знаю, насколько это актуально сейчас, но я вот думаю, а рядом с башней Чичипат, это территория бывшая нашего штаба дивизии. Совершенно верно. И вот я вот думаю, что если бы они совпали по времени, то на совещание бы никто не опаздал, а после совещания бы, конечно, засиживались и задерживались. Башня, она абсолютной точностью стоит основание на бывшем доме офицера. Вот здесь был дом офицеров Батумского гормонца. Да, это очень интересная композиция о любви азербайджанского парня Али и грузинской девушки Нино. А вот она, площадь Нептуна. И Батумский государственный драматический театр имени Ильи Чавчавадзе. Я надеюсь, не имени Нептуна, а памятника Нептуна. Когда-то в наши времена стоял памятник Илье Чавчавадзе. И перед Батумским драматическим театром. Ну, сейчас тут модно копировать Европу, поэтому решили Чавчавадзе вставить на тыльную сторону театра, и сюда у собаки отдыхают на улицах Батуми. Эта улица ведет к светомузыкальным фонтанам и набережам. Очень знакомо. Да, да, да. Для того, чтобы вернуться в Батуми, Клара Ронна, необходимо потереть нос этому льву. Вот потрите нос. Да, обязательно. Да, обязательно. И вы вернетесь сюда, в этот город. Вот это вот творение, похожее на свинью. Это дом бракосочетания. Возвышался памятник Сталину. И он был настолько высок, что вот если мы видим здание перед нами, он закрывал балюстраду, то есть высотой почти с этого здания. В 1962 году ночью его снесли и взорвали. Через некоторое время батумцы, сталинисты говорили, что придет время, и здесь будут еще сносить памятник Лео. Теперь в этой проекции мы видим с правой стороны бывший кинотеатр Тбилиси, а прямо перед нами старое здание почты. Очень здание. Да, улица Руставели, она всегда отличалась. Такая прямая, красивая, хорошая форма. А сейчас вот как-то обновили вот эти дома. Старые дома еще того потом. В этом доме жила девушка, которая посвятил стихотворение «Шаганет и моя Шаганет» в своих персидских мотивах великий поэт Сергей Исиев. Вот в этом доме жила та самая Нидея, с которой связана история о золотом Руно. Эта площадь еще называют площадь Нидея, площадь Европы или площадь золотой Руно. Сейчас уже площадь, а тогда вот на этом месте находился магазин «Военная книга». Вот на памятник Мемеду Абашидзе. Да, просветитель Аджарский. Аджарский просветитель. Когда-то этот памятник стоял на другом месте. Он стоял на бульваре, потом его снова переместили, и теперь он вот здесь. Я очень люблю эту улицу. Это бывшая улица Рженикицы. Когда-то здесь были корфейные. Вот именно вот в этих местах несколько корфейных. Здесь варили потрясающий курицкий куриц. Я думаю, что надо продолжить традицию, и мне предложено за 5 ларов, теперь у меня скидка, купить белого цвета шапочку. И я думаю, что традиции, мне кажется, надо поддерживать. Как вы считаете, это правильно? Я знаю, как вы считаете. Если правильно, правильно. То, правильно. Ну, вы знаете, это чисто хороший психологический шаг. Как вы считаете? Я считаю, да. Да. И приехать и не купить сванскую шапочку, это было бы неправильно. Как белую, я думаю, белую, потому что серую я... А размер как? Размер мой. Так, ну, можно примерить. Пожалуйста. Зайдите, где зеркало есть. Да, есть зеркало, да? Сейчас мы примерим. Так, вот это, наверное, шапочка. Мне немножко маловато. А ну? Легко жмет. А вот это? Это нормально. Как вы считаете, это нормально? Это нормально. А вот это? А ну это? Вот это лучше. Это лучше. Это лучше, да? Да. Сейчас станте сваном. Так, ну что ж. Иногда надо становиться сваном. Приехали в Грузию, значит, можно из-за свана. В Грузии наложили свой отпечаток, и вот мы видим мечеть, главную батумскую мечеть, которая находится рядом с улицей Орженикидзе. Это, в общем-то, один из... Это старая часть города, турецкая. Да. Вот, и мы сейчас видим... Да, раньше османы были. Раньше здесь были османы, совершенно верно, да. И вот мы видим, действительно... Как называются вот эти красивые кучки? Такой, в садке, бахлава как. Бахлава? Бахлава, да. Интересно. Это восточные такое сладости. Очень здорово, интересно. Спасибо большое. Едима Двора. Процесс интересен, да? Приготовление. Вот они. Туркеская технология. Да, это турецкая технология. Технология, которая уже веками отрабатывалась. Это не просто вот она пришла, а это старая технология. Да, вот она, вот она, пошивочное ателье, где мы с Михаилом Ильичем шили военную форму. Я, правда, чуть более поздние времена начал шить уже форму старшего офицера, а Михаил Ильич прямо от лейтенантских. Нет, 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 я приехал сюда всем. Идем по вечернему Батуми и движемся в направлении Пионерского парка. Мы снова в Батуми. Чудесный вечер. Все настолько знакомо. Памятник. Памятник. Первой женщине-летчице. Голубым фронтоном это здание университета марсизма-ленинизма. Батумского гарнизона. И вот там балкон. И слева, по-моему, от балкона. Левая дверь. Левая дверь. Кабинет Михаила Ильича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»